Мы говорили о приложениях, мы говорили о порталах, и следующий тренд, о котором я хотел поговорить, это тренд о вовлеченности граждан в деятельность администрации и правительств. Как говорили о порталах, сегодня это нечто гораздо большее, чем просто веб-сайт. Это точка, где пользователи могут получить доступ к огромному объему информации. И для организации, которая публикует эту информацию, это способ информирования населения, способ информации, взаимодействия с населением. И для правительств, и для организаций это способ быть более прозрачным в том, что они делают в глазах граждан или потребителей. И вспоминая приложения, о которых мы говорили, они в том числе позволяют гражданам получать доступ к информации, публикуемой на порталах, и в том числе давать обратную связь. Это получается своего рода двустороннее общение. Организация или правительство, или администрация не просто публикует информацию, но и получает обратный отклик от тех, ради кого все это сделано. И в этом в том числе заключается идея краудсорсинга или добровольного сбора участия в сборе информации, в том числе географической. И конечно такие инициативы и такая деятельность может быть на разных уровнях и разного качества. Но для организаций это остается потенциально очень важным источником информации. И вот эта инициатива и тенденция к получению информации от граждан, это часть большего стремления правительств к открытию собственных данных. В Европе, это то место, где я работаю, очень много стран сегодня имеют правила по раскрытию информации, по открытию данных. И идея, лежащая за этим, в том, чтобы максимизировать использование имеющихся у правительства данных и дать возможность коммерческим организациям использовать их и строить бизнес с использованием этой информации. Я передам слово Константину, который расскажет о том, как осуществляется вовлечение граждан в Новосибирске. Итак, являясь активным гражданином, я хотел бы сообщать о проблемах в своем городе напрямую в администрацию, при этом тратить на это минимум усилий и времени. Используя картографическую систему, я могу сообщать о проблемах в простом виде на карте, добавляя местоположение проблемы. Давайте посмотрим, как это выполняется. Сейчас мы находимся на сайте мой Новосибирск, который позволяет через браузер или через мобильное приложение оставить заявку о проблеме в городе, и она автоматически поступит в администрацию и будет рассмотрена там. У меня есть личный кабинет. Я могу выбрать категорию проблемы. Например, гуляя по городу, я обнаружил, что у одного из домов упало дерево. Выбираем эту категорию, опасные деревья. Описание проблемы. Ну, так как это живая система, мы здесь напишем тест, чтобы не вводить в заблуждение администрацию. Добавим фото. Так как я гуляю со своим смартфоном или планшетом, я всегда могу сделать фото и прикрепить его к заявке. Заявка оформлена, и я могу сообщить о проблеме. Сообщение обрабатывается, и сейчас оно, извиняюсь, не указал местоположение. Да, действительно, я нахожусь вот здесь. Моя геолокация, или я вручную могу указать местоположение моей проблемы. Теперь заявка полностью заполнена. Я говорю сообщить. Сейчас сообщение автоматически уходит в администрацию, и у меня есть статус этой заявки в очереди. Также вы можете ниже наблюдать две других заявки, у которых статус уже принято. То есть в дальнейшем мне будет отвечено на эти заявки. Также я могу посмотреть сообщения, которые делали другие жители города, которые проблемы решены, какие-то в плане работ, а какие-то пока только приняты. Таким образом, всего за несколько секунд или минут я могу пообщаться с администрацией, сообщить о проблеме в городе, а также получить актуальную информацию о других проблемах и статусах их решений. В решениях Ardis есть готовые приложения краудсорсинг-репорт и краудсорсинг-менеджер, которые позволяют настроить подобные приложения достаточно быстро, без разработки. Спасибо.